МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот один из них, Сакен Дилдахмед, сейчас в студии, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира, Минсельхоза. Здравствуйте, Сакен, добро пожаловать. Добрый вечер. Да, ответ нашли какой-нибудь хороший, положительный? Коротко, если. Да, нет? Да. Давайте для начала послушаем депутата Башко. Вот что он сказал, первый фрагмент выступления. Сейчас возник такой социально-политический, я бы сказал бы, момент, который должен кое-кому сомневающимся в составе правительства дать понять, что это уже крик души, что мы уже настолько разбаловали браконьеров, что они уже посягают на жизнь государственных служащих, какими являются инспектора. И, понятно, хотелось бы сегодня услышать в выступлениях еще вот два таких достаточно системных выступления, какие вопросы, какие проблемы необходимо нам осуществить для того, чтобы поднять защищенность животного и растительного мира на необходимый уровень и сохранить природу не только для нас, но и для наших поколений. И в конечном итоге определить канву действий Министерству сельского хозяйства, Министерству внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Верховному суду с тем, чтобы этот механизм начал эффективно работать и помог бы нам практически переломить ситуацию, связанную с браконьерством в нашей стране. Так что я прошу, пожалуйста, и все министерства и ведомства быть готовыми к ответам. Депутаты будут задавать вопросы. Но вместе с тем, товарищи, здесь у нас ни судилища, ни какие-то, извините, будем искать крайнего. Мы должны уйти с этого круглого стола, определив совместные меры с тем, чтобы таких трагических событий на территории нашей страны больше не было. Спасибо. Давайте, да, Сакен, сразу. Вот у меня масса вопросов даже вот по этому заявлению. Во-первых, кто там крайне оказался на этом круглом столе? Вы там были наверняка. Кто, о ком говорил господин Башко, когда намек такой кинул? Который должен, да, думаю, сейчас возник момент, который должен кое-кому, сомневающимся в составе правительства, дать понять, что это уже крик души. Это, я понимаю, что вам не дают нормально работать или что? Конкретный месседжер господин Башко я сейчас не могу сказать, кому он направил. Но, в принципе, его выступление, как он отметил, крик души, который мы уже который год бьем, проблемы именно в правоохранной законодательстве, проблемы именно в охране, в сохранении всей флоры и фауны Казахстана, это уже стало очень большой, огромной проблемой. Так в чем, да, в чем именно? Требует конкретных решений, именно в законодательной части. В законодательной части. Что вы сегодня предложили депутатам и восприняли ли они эти предложения? Мы предложили депутатам уже конкретные решения, именно сейчас, какие перед нами стоят проблемные задачи. И многие депутаты поддержали, в том числе и сам господин Башко, он сам озвучивал все наши проблемы, в частности, лояльности правоохранительных органов к браконьерам, мат техбазы слабые у природных инспекторов. В принципе, на самом момент сейчас решить все эти вопросы, чтобы оно решалось циклично. Ну, я знаю, что, ну понятно, что не первый день вы с этим работаете, у вас огромный материал. Есть проблематика, я слежу, например, за вашими публикациями в Фейсбуке, опять же, за новостями, много браконьеров, много браконьеров в погонах, и даже есть ОПГ устоявшиеся. Это тоже для меня, если честно, до недавнего времени, я не предполагал, что настолько все серьезно. Так вот, материально-техническая база. Ваш бюджет, если я не ошибаюсь, вы запросили около полутора миллиардов тенге на три года. Вам дали всего около 500 миллионов. Да. Мы, Министерство финансов, направляли бюджетную заявку на 2019-2021 годы, на полтора миллиарда тенге, чтобы оснастить полностью, обновить материальную техническую базу подведемственной организацией Комитета лесного хозяйства и животного мира, потому что за охраной природы всех ресурсов надо следить, соответственно, хорошей качественной техникой. Но нам утвердили 567 миллионов тенге с прошлого года. Сейчас мы уже постепенно делаем закуп, обновляем техники по возможности. Сейчас, как практика показывает, вы сами видели, наверное, в интервью, у браконьеров, у них лучший транспорт, чем у охраны природных инспекторов. У них джипы большие. Если взять, например, Toyota Land Cruiser, проходим все очень высоко. Вот нам сейчас видео показывают, смотрите, это же у нас снежный барс. Да, это снежный барс. Мы должны его охранять. Слава богу, он у нас есть. Это, наверное, где-то... Это мы зафиксировали в прошлом году в Леотасском у нас парке. Еще и с котятами, да? Да, с котятами. И вот еще, совсем недавно в Фейсбуке видео, по-моему, это директора Латинского зоопарка, тоже вот фотоловушка снежный барс. Да, это тоже в этих регионах. Мы должны это все охранять. Но как? Вот сегодня говорилось, опять же, надо использовать в вашей работе дроны, инфокрасные камеры, спутниковый мониторинг, спецтехнику. Как в этих... Ну, где это все взять, если вам денег не дают? Мы подаем сейчас... Ежегодно даем в бюджетную заявки. А это, кстати, леопард, да? Вот нам сейчас показывают. Это леопард. Это устюрт, это леопард. В устюрте, да. Мы зафиксировали в прошлом году и уже конкретно подтвердили, экологи подтвердили то, что он сейчас там обитает. Это декабрьский снимек. Хорошо, хорошо. Да, да, продолжайте. Главное, сейчас в охране нашей природы мы должны по максимуму обновить нашу материальную техническую базу, как вы говорите, и дронами, и тепловизорами. Это и нам поможет. Главным финансирующим органом является правительство. Мы даем заявку Минфин, чтобы получить такие оборудования. Но по возможности мы сейчас обновляем. Хорошо, давайте сейчас послушаем нашего обозревателя. Руслан Меликша, я приветствую тебя. Что у тебя есть сказать по данному вопросу? Спасибо, Данила, и здравствуйте, уважаемые телезрители. На браконьеров нет управы. Именно такой посыл можно уловить из интервью председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ Каэра Раскельдинова. Статья, конечно, грустная, а еще обиднее всего, что об этом говорит сам руководитель организации, призванный защищать наш животный мир. Значит, положение действительно аховое. Тема браконьерства звучит в СМИ постоянно. Иногда ежедневно приходит информация о том, что в далеких степях, горах или водоемах поймали, так сказать, с поличным. Задержали, обезвредили очередных нарушителей природного спокойствия. Изредка появляется видео с задержанием, а иногда фотографии. Только не от правоохранительных органов, а фото в соцсетях самих браконьеров. Вот, мол, мы, какие славные. Добыча досталась богатая. Это я привожу в пример историю трехнедельной давности, когда в интернете появились фотографии группы браконьеров, позирующих на фоне 13 убитых кабанов. Хуже всего, когда преступникам покровительствуют или покрывают. И о сотрудниках правоохранительных органов, которые участвуют в этом черном деле. А порой и сами становятся браконьерами. И таких фактов немало. За последний месяц подобные случаи были выявлены в Карагандинской, Мангстаусской и Атыраусской областях. Я повторюсь, это только за один месяц. А сколько таких фактов еще не выявлено, страшно подумать. Самый большой резонанс получил, конечно же, трагический случай в Карагандинской области, когда от рук преступников погиб инспектор охотзоопрома Ерлан Нургалиев. Об этом все говорили, не буду пересказывать подробности трагедии. Скажу, что мои коллеги, побывавшие на похоронах героя инспектора, рассказывали очень печальные истории, что творятся в этой сфере. В одной из прошлых передач я говорил о них, но, пожалуй, повторюсь. Ибо с тех пор в этой сфере ничего не изменилось. Итак, это и маленькие зарплаты у инспектора. Всего 70-80 тысяч тенге с надбавками и премиями получается немногим более 100 тысяч. Устаревшая материально-техническая база, рации, GPS, автомобили. Сейчас практически все нарушители ездят на хороших джипах, современных снегоходах и быстрых моторных лодках. Инспекторы же в большинстве своем догоняют их на поддержанных машинах иностранного, а то еще и советского производства. И то, что нельзя первыми применять оружие, жди, пока браконьер сам первым в тебя выстрелит, а иначе в суде не докажешь, что занимался самоуправством. Ну и, конечно же, малочисленность инспекторов. За огромной областью, Карагандинской я имею в виду, которая по территории равна Франции, присматривая всего порядка 50 инспекторов охот-зоопрома. А еще слишком мягкое законодательство в отношении нарушителей и потворства правоохранительных органов и судебной системы. В общем-то, все эти проблемы и трудности в нелегкой и опасной работе инспекторов прекрасно известны и высокому начальству. И слова господина Раскельдинова этому подтверждение. Сейчас основным объектом незаконной охоты является сайга. Популяция этого животного и так еще полностью не восстановилась после страшного мора, случившегося несколько лет назад. Так еще и браконьеры. Охотятся на сайгу в основном из-за рогов. Срезанные стуши рога отправляют в Китай. Там на них большой спрос. Килограмм сайгачьих рогов стоит у китайцев несколько тысяч долларов. Они их используют в своей народной медицине. А у нас на сегодняшний день убийство сайгака влечет за собой штраф 500 МРП. Всего лишь 500. Это чуть больше 1 миллиона тенге. Вот еще две проблемы. Маленькие штрафы и дыры на границе, через которые рога нашей сайги поступают к китайским фармацевтам. В завершении хочется все-таки надеяться, что когда-нибудь все болевые точки и вопросы в области защиты нашей фауны найдут свое решение и сдвинутся с мертвой точки. Ведь об этом говорят уже и сами руководители Минсельхоза. А пока все это тянется и волокитится, браконьеры так и будут жить по принципу стрелял, стреляю и буду стрелять. У меня на этом все. Данил? Спасибо большое. Ну вот, да, дыры на границе. Это ты хорошо сказал. Между прочим, если есть покупатель, найдется и продавец. Это вот большая проблема. Спасибо, ждем тебя завтра. Что с этим делать? Главная проблема сейчас по сайгачьим рогам. У нас стоит сбыт. В этой части мы уже несколько лет обращаемся в таможенный комитет, пишем письмо по гранслужбе КМБ. Ну, пока безответно. Потому что сбыт и есть. Из-за сбыта мы увидим такие большие факты браконечства. Вопрос по WhatsApp. Здравствуйте. Надо навести порядок и дать возможность охотникам легально охотиться, а не так. Приезжаешь в охотхозяйство, а там вам говорят, придут агашки, нельзя охотиться. И сами егеря тоже недостаточно умеют разговаривать с охотниками, дерзят, чувствуют себя как будто его личное. Насчет агашек я не знаю, но во всех охотных хозяйствах каждый охотник согласно своей охотничьей лицензии берет лицензию на животного и там охотится. Любой человек может спокойно в охотоводействие охотиться. Так, когда откроют весеннюю охоту, у всех государств открыт. Почему закрыли все чабаны и браконьеры? У них много незарегистрированного оружия, они охотятся круглый год. Почему их не проверяют? По весенней охоте, давайте скажем, в 2016 году, согласно приказу комитета лесного хозяйства, в Канстане был установлен запрет на весеннюю охоту. С 16 февраля по 14 июня уже вступает третий сезон. Последние годы показывают очень хорошие факторы. То, что по административным штрафам и по численности водоплавающей дичи ежегодно у нас растет. Это дает свои плоды. Главный момент, вы сами знаете, то, что весной каждое животное приводит потомство. Главное, тут мы должны были сохранить. Как последние факты показывали, то, что численность именно весной их сокращалась и административные нарушения уже вырастали. Теперь вот, со субботы 16 февраля, хочу объявить на весь Канастан, вводится запрет на весеннюю охоту до 14 июня 2019 года. Хорошо, давайте вернемся. Немножко нас телезрители с тем избили. Давайте все-таки к проблеме браконьерства вернемся. Уголовный кодекс. Какие поправки туда вам придется вносить? И что уже вы обсудили с депутатами? Главные поправки мы уже несколько раз вносили именно по ужесточению наказания в уголовный кодекс. Например, когда мы браконьера ловим по решению суда, они получают условный срок. Мы хотим, чтобы конкретно дали срок наказания и, соответственно, будет большого эффекта, если браконьер сядет. А у нас есть много фактов. Например, бывают моменты, когда условно получают и эти люди повторно занимаются. Давайте послушаем еще мнение депутата. Это первый фрагмент выступления депутат Ким. Вот о чем он говорит. Только каждый девятый зарегистрированный материал о незаконной охоте доходит до суда. То есть 9 из 10 лиц, совершивших данный вид преступления, уходят от ответственности. И не факт, что в суде нарушители понесут заслуженное наказание. Позволю назвать несколько проблем. Первое. Не согласованность действий природоохранных инспекций с правоохранительными органами, а порой и прямое покровительство со стороны полиции, а также излишнее лояльность судов к нарушителям приводит к низкой эффективности борьбы с браконьерством. Преступная деятельность браконьеров в последние годы приобрела устойчивый и системный характер. Целые преступные сообщества, оснащенные современной техникой и новейшими средствами связи, безнаказанно занимаются незаконной охотой. Особое внимание обращает открытая продажа дериватов, это рога сайгаков, через интернет и другие каналы. Основная масса рогов через налаженные годами коридоры уходит за границу, минуя таможенные и пограничные посты. Причем полностью согласен с господином Кимом, который поднимает все вопросы. Например, за период 2014 по 2018 год правоохранительным органам было возбуждено 539 уголовных дел, из них 64 дела было прекращено, 56 дел приостановлено, находится сейчас на стадии правоохранительных органов 194, и только 225 уголовных дел дошли до суда. Понимаете, что это и дает... Это что, коррупция, что ли, или что? Разные факторы. Не умеют составлять протоколы вашей охотой инспекторы, или что? Согласно законам, каждый охотой инспектор у нас хорошо знает свои плановые действия, они умеют составлять протоколы. Мы дальнейшие все дела и материалы взаем уже в РУВД. РУВД, дальше они возбуждают уголовное дело. Вот такие моменты, то, что многие факты браконьерства у нас, к сожалению, не доходят до суда. Также хочу дополнить господина Кима, еще есть у нас проблемы, именно в частности экспертизы. Когда мы ловим браконьеров, сдаем тушу сайгаков, либо другого краснокнижного животного, по итогам лабораторных исследований, экспертиза выдает, что это туша не краснокнижного, либо не сайгака, а собаки, либо домашнего животного. А как это возможно вообще? Ну, тут тоже стоит вопрос, чтобы необходимо улучшить именно экспертизных лабораторий, чтобы они давали конкретные специалисты. Да я считаю, что это коррупция. Ну как это, даже, по-моему, да вы отличите сайгака от, я не знаю, от барана. И я тоже без экспертизы могу это понять. Понятно, что вы зажаты в рамки, вам надо все действовать в рамках закона и проводить экспертизу, но это же подкупает этих экспертов. Получается так. Вот, сегодня прозвучало, смотрите, это кто, да, Каир Рыскельдинов, ваш, по-моему, представитель, отметил, что экспертиза, которую проводил некий специалист, показала, что туша домашнего животного и уголовное дело закрыты, да, туша домашнего животного, о чем вы говорите. Случаев, когда, цитата, когда в уголовных делах фигурировал Коббаев, это эксперт такой, достаточно, у ВД Нурийского района Крагнинской области было возбуждено уголовное дело в отношении Нуртаева, машине которого обнаружили 38 рогов по этому делу и так далее. И, по имеющимся сведениям, вещественные доказательства рога сайгака в ходе следствия пропали, якобы утеря за экспертом Коббаевым. Таких факторов очень много. Насчет ИПКОПАЕВ хочу добавить, ИПКОПАЕВ два раза проводила экспертизу именно по факту задержания браконьерства, и они два раза дали то, что это не древато диких животных, а домашнего скота. Много таких проблемных вопросов, которые нужно кардинально и радикально решить. У нас две минуты буквально, господин Дилабахин, осталось. Давайте подытожим. Вот сегодня прошел круглый стол, неочередной. Во-первых, это инициатива была, я так понимаю, депутатов, да? Да, да, депутатов. То есть это хорошо, что об этой проблеме уже говорят в парламенте. Что изменится? Какие у вас есть надежды? Что в ближайшее время мы увидим? И вот эти сводки, как с полей боевых действий, они прекратятся или нет у нас? В главном моменте сейчас общество и правительство очень хорошо начало обращать внимание на правоохрану. Мы надеемся, во-первых, решить все нормотворческие вопросы именно в законодательной части. Во-вторых, главное, мы сейчас должны поднять статус правоохранных инспекторов, потому что на данный момент в Казахстане это очень низко сейчас. Мы должны понять, что за правоохраной следят и должны мотивировать и следить. И главный тут момент, мы должны сохранить свою природу. Спасибо большое. Это был пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерство сельского хозяйства, Сакен Дилдахмет. Мы сегодня обсуждали проблему браконьерства. Вроде ситуация меняется. Будем надеяться на наших депутатов, что сегодня все, что они заявили, не останется просто заявлениями. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok